Ребят, привет! Сегодня будет распаковка посылки с сайта iHerb. Наконец-то я сделала заказ. Пришла очень тяжелая коробка и у меня для вас очень много интересного и полезного. И если вы еще ни разу не делали заказ с этого сайта, то знайте, что это американский онлайн-магазин органической продукции, который доставляется по всему миру. Хотя, наверное, только ленивый не слышал про этот онлайн-магазин. Как обычно, будет очень много полезной информации, поэтому ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал и не будем затягивать. Поехали! Ну что ж, у нас сегодня в обзоре семена кунжута. Аж целых 4 пачки. Почему так много, спросите? Да потому что, во-первых, на него была скидка. Кстати говоря, на iHerb очень часто бывают скидки и выгодные предложения. То есть вы можете взять какие-то продукты вместе и очень хорошо сэкономить за счет этого. Из этих семян кунжута можно сделать халву, пасту, да и вообще добавлять практически в любое блюдо. Поэтому израсходуется она довольно-таки быстро и 4 пачек хватит довольно-таки надолго. Вообще, польза кунжута известна практически всем. В состав входят углеводы, растительные жиры, аминокислоты, белки и витамины А, В, Е и С. В кунжуте также много калия, кальция, магния, железа, фосфора и фитина. В нем содержится сезамин, который является антиоксидантом, что помогает не допустить преждевременное старение кожи. Также большое количество жирных кислот и антиоксидантов снижает уровень холестерина. Еще один плюс жиров, содержащихся в кунжуте, это понижение уровня гормонов голода. Добавляя кунжут, например, в салат или вообще в любой другой ваш перекус, вы будете чувствовать себя сытым достаточно долгое время. Вот такой вот приятный сюрприз для тех, кто хочет похудеть. Ну и вообще его очень любят вегетарианцы из-за его богатого и полезного состава. Но все-таки не спешите запасаться им и есть его тарелками. Потому что в больших количествах кунжут принесет не пользу, а вред. Почему? Сейчас разберемся. Во-первых, это лишний вес. Так как это калорийный продукт, то при чрезмерном употреблении, несомненно, последует набор веса. Второе, может последовать аллергетическая реакция. То есть это люди, у которых есть проблемы с перевариванием орехов и семян. Включая миндаль, семена льна, чия. Категория лиц таких людей также должна быть осторожна и в употреблении кунжута. Следующее, это диарея. По мнению ученых, семена кунжута имеют сильное ослабительное действие. И это обязательно нужно учитывать при их употреблении. Дальше, это риск выкидыша. Считается, что употребление кунжутных семян в течение первого триместра беременности неблагоприятно для здоровья будущей матери. И поэтому это иногда может привести к выкидышу. Следующее, кунжут не рекомендуется при болезни Вильсона. Это такое генетическое заболевание, вызывающее накопление меди в печени. Поэтому любой человек, у которого есть эта болезнь, должен избегать употребления большого количества семян кунжута. Из-за высокого содержания в них меди. Поэтому, если вы решили приготовить из кунжута халву или пасту, то вы должны понимать, что наедаться такими вкусняшками не следует. Вообще, учитывайте суточную норму. Это 1-2 столовые ложки в день. Поэтому запомните это и старайтесь придерживаться этой нормы. Так, следующая у нас в посылке сода. Я очень долго пыталась ее поймать на сайте, потому что ее все время не было в наличии. То есть, это довольно-таки популярный продукт. Потому что его очень часто заказывают и он часто отсутствует. Если вы не знаете, то у нас в России соду получают химическим путем. А в Америке есть залежи. То есть, там ее добывают естественным путем. И это самая натуральная сода. Где и как ее использовать, я не буду вам рассказывать. Вам это и так известно. Поэтому, если вы об этом не знали, то спешите на сайт iHerb. В первую очередь, именно за содой. Следующая это у нас пенка для умывания от Виледа. С хорошим натуральным составом. Что могу о ней сказать? Моя закончилась, поэтому я решила заказать себе новую. Вообще, Виледа это мировой лидер по производству натуральной косметики. Которая была основана в 1921 году в Швейцарии. Основные заводы находятся в Германии и Франции. И основателем этой косметики является немец Рудольф Штайнер. Еще я заказала детскую зубную пасту от этого же производителя. Он очень хорошо удаляет налет и безопасный при проглатывании. Как известно, дети случайным образом могут проглотить все-таки этот гель. То есть, детский зубной гель обязательно должен быть с натуральным безопасным составом. Кстати говоря, на сайте этот бренд шел со скидками. Постоянно проводятся такие акции на сайте iHerb, когда выбираются бренды недели. И на них идут очень хорошие скидки. И вот такие скидки я на этот раз поймала от хорошего производителя Виледа. Следующее я заказала гель для мытья посуды и детских бутылочек. И это один из лучших производителей натуральных чистящих средств на сайте iHerb. Этим средством можно не только мыть посуду, но и мыть фрукты и овощи. У него очень безопасный состав, который легко смывается. Дальше это детский гель и шампунь для умывания. Расход у него экономичный, поэтому хватает достаточно надолго. Такое универсальное средство полностью с натуральным составом. Его вообще можно брать не только для того, чтобы купать деток. А я вообще его именно с этой целью взяла. Но вы вообще можете им воспользоваться как средством для умывания. В общем, если вы в поисках такого натурального хорошего геля, хорошим составом, то обратите внимание именно на вот это средство. И заметьте, что у него очень удобный дозатор. Вообще, если видите средство с таким дозатором и крутым составом, нехимозным, то берите не раздумывая. Во-первых, потому что такой дозатор очень гигиеничен. То есть не нужно руками туда лезть, если это баночка или тюбик, и соприкасаться непосредственно с средством. Вы можете просто его выдавливать на расстоянии. Пишите в комментариях, что вы из этого пробовали или хотели бы попробовать. На подходе у меня еще одна посылка с сайта iHerb. Я ее очень жду. Надеюсь, вы также ждете мои видео с распаковками. Промокод на скидку и все ссылки на средства оставлю в описании под видео. Пользуйтесь на здоровье, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!